Добрый вечер, уважаемые слушатели! В эфире Финам ФМ Бизнес Класс. Меня зовут Олег Дмитриев. Как всегда в это время мы встречаемся с успешными предпринимателями, с нашими с вами соотечественниками. Как правило, в подавляющем большинстве случаев даже бывали иностранные представители бизнеса в этой студии. Но сегодня как раз случай тот, который традиционно, о котором я говорю традиционно. Сегодня в студии Леонид Земцев, управляющий директор Объединенной Корпорации Развития. Добрый вечер, Леонид. Добрый вечер. И говорим мы сегодня на тему создания эффективной команды для получения качественного продукта. Ну, мудренное название, но в этом случае есть какая-то логика. Это некая интрига, потому что слушатель сейчас сразу, опа, заинтересовался, о чем речь-то, собственно. Не пугайтесь, уважаемые слушатели. Во-первых, ничего мудреного на самом деле нет, потому что мы сейчас все по полочкам с помощью Леонида разложим, естественно. Ну и для вас я традиционно напомню. Уважаемые слушатели, у вас есть возможность принять участие в нашей беседе. Для этого есть телефон прямого эфира, телефон в студии 6510996, код Москвы 495, и, соответственно, есть интернет-ресурс, возможности задать вопрос по интернету. Это сайт компании финам.фм. Звоните, пишите, воспользуйтесь этими возможностями и, соответственно, задайте вопрос. Ну что ж, еще раз повторю, создание эффективной команды, тема нашей программы, эффективная команда, что это? Давайте отсюда начнем, Леонид. Итак, что такое эффективная команда? Вот замечательный вопрос, потому что прежде чем на него ответить, надо понять, а для чего она создается. Я прошу прощения, то есть причинно-следственные связи вот такие, да? Мне надо создать эффективную, ну, по определению. А степень ее эффективности будет связана с тем, а какую задачу я буду решать. Абсолютно правильно. Потому что первое, с чего мы должны начать, мы должны понять, какую цель мы ставим перед собой, и как формулируется задача, то есть для чего мы создаем команду. Команду в данном случае мы воспринимаем, или правильнее было бы воспринимать, как условие для реализации этих задач и целей, а с другой стороны, как инструмент эффективного достижения этой цели. Поэтому если задача формулируется, например, создание нового инновационного продукта, то подход к решению этой задачи для формирования команды, он будет одним. Если речь стоит о том, что нам необходимо создать колл-центр и набрать специалистов, которые будут осуществлять довольно, ну, такую монотонную, да, может быть, нетворческую работу, то решение будет совершенно иное. Но я бы предпочел в рамках сегодняшнего нашего разговора с вами говорить о задаче, которая формулируется следующим образом. А как, собственно, сформировать команду для того, чтобы создать новый уникальный продукт? Предположим, например... Ключевое слово какое здесь? Уникальный. Уникальный, да. То есть продукт, которого нет еще в природе. Совершенно верно, да. Либо создание продукта, который обладает совершенно иными потребительскими качествами и совершенно иной ценностью. Ну, в качестве, например, примера можно привести такие продукты, как, скажем, продукты компании Apple. Ну, последние, да, видимо? Ну, да, совершенно верно. То есть то, что сегодня происходит. Я бы предпочел отвечать на наш вопрос следующим образом. Дело в том, что у нас... Начнем как бы с самого главного. Дело в том, что, во-первых, все люди, они очень разные. А вот. И на самом деле компания, вот мы говорим все о компании, компании, команды и так далее. Но мы должны понимать, что во главе угла все равно всегда стоят люди и человеческий фактор. И то, как мы сформируем отдельные личности, каких людей мы найдем для этой команды, будет определять дальнейший успех реализации всего права. То есть я правильно понимаю, вот смотрите, есть некая задача. Ну, в частности, мы можем говорить о примере, которую вы привели, либо об абстрактной задаче какой-то. И в зависимости от... И есть вот набор людей, набор людей. Да. Вот одна задача. Я из этого набора людей выбираю, ну, условно говоря, какую-то часть. И говорю, ребята, вот вы... Они все хорошие, они профессионалы. Но для решения этой задачи подойдет вот это количество сотрудников, да, вот эти конкретные люди. Потому что они... Ну и мы начинаем. Они как-то коммуницируются внутри, да, они друг друга понимают или... Вот я предпочел бы с другого. Я бы добавил сюда немножко другую точку зрения. Начал бы с того, что, во-первых, у нас весь прогресс, который происходит в мире, и, собственно, все движение, оно осуществляется очень небольшим количеством людей. Так. И это количество людей, ну, от общего объема, может быть, населения земного шара составляет не более 1%. Это люди, у которых пирамида ценностей, это перевернутая пирамида Маслова. То есть я приду вам в качестве примера, там, такое сравнение. То есть если мы возьмем стандартную пирамиду Маслова, то мы увидим, что в основании этой пирамиды будет находиться потребность там в безопасности, потребность в еде, в удовлетворении своих определенных, ну, таких физиологических потребностей, да. А на вершине пирамиды мы увидим потребность к самореализации, к творчеству. Да, да, да. В удовлетворении своих физиологических потребностей. Я могу вам в качестве примера привести, например, деятелей культуры, искусства, там, Ван Гог, Дали, там, или все остальные, так сказать, известные персонажи, для которых потребность к творчеству и к самореализации была выше всего остального. Ну, выше зарабатывания денег, да? Да, абсолютно правильно, да. Отсюда, кстати, классическая фраза, да, что художник должен быть, ну, и не должен, как правило, он бывает бедным и голодным, именно потому, что у него это на втором плане. Абсолютно правильно, да. Но это, кстати, не противоречит, на самом деле, успеху с точки зрения удовлетворения и одного, и другого, вот. Но, тем не менее, для нас основную ценность, если мы ставим перед собой такую глобальную задачу, это поиск вот этих вот от того одного процента людей, которые нам необходимы. Пирамида которых стоит, да? Она перевернута. На голове. Да, совершенно верно. Значит, я могу в качестве тоже, вот, там, дополнительного обоснования этой темы привести в качестве примера исследований, которое проводилось компанией Spencer Stewart. Это довольно известная американская компания глобальная, которая осуществляет exec search, там, кандидатов и их placement или, там, трудоустройство в известной транснациональной корпорации. Вот они проводили исследование за 10 лет, они опрашивали топов CEO, там, и генеральных директоров этих компаний, собственно, что является кредом или, там, залогом успеха вот этих вот людей или, там, достижения тех результатов, которые они показывали. И там было сформулировано пять основных таких элементов, и на первом месте стоял принцип, который гласил о том, что для того, чтобы добиться успеха и создать какие-то уникальные вещи, ты должен заниматься своим любимым делом. Казалось бы, довольно избитая истина, на самом деле. Ну да, это у конфуцирового, да, займись любимым делом, ты не будешь работать ни дня в своей жизни. А я вам хочу сказать, собственно, а что лежит в логике вот такого утверждения? А в логике заключается следующее, там, определенные социальные, психологические, ну, доминанты или, там, функции, которые осуществляет человек. Какие они? Ну, например, когда ты занимаешься любимым делом, то ты так или иначе стремишься к определенному перфекционизму. То есть перфекционизм — это быть совершенным. Ты покупаешь дополнительную литературу, там, твоя библиотека дома состоит из огромного количества книг, которые тебе... В автоматическом режиме, да, вот этот процесс самосовершенствования? Абсолютно правильно. Человек пытается удовлетворить собственную потребность в получении новых знаний, в совершенстве, в реализации, в творчестве и так далее. Что происходит дальше? То есть как только он этим занимается, у него очень сильная внутренняя мотивация. То есть у него осуществляется постоянный процесс, связанный с получением этих знаний, с коммуникациями. И самое главное, что он очень активно начинает делиться этими знаниями с другими людьми. То есть он не боится конкуренции. И тот человек, который уверен в себе, уверен в собственных знаниях, в собственном профессионализме, он может свободно и эффективно контактировать со всеми остальными. И это позволяет ему не только расширять свои коммуникации, но таким образом взаимодействовать и коммуницировать с миром. Значит, отсюда и залог, так сказать, успеха заключается в том, что если ты занимаешься любимым делом, ты должен, или там ты в любом случае отдаешь себя ему, и тогда у тебя возникает перевернутая пирамида. Понимаете? Вот. И эта пирамида позволяет тебе достигать совершенно иных успехов. То есть это как, если мы представим себе линию фронта, по которой растянуты все войска, для того, чтобы осуществить прорыв, ты должен силы собрать в одном месте. Вот точно так же и перфекционизм у человека, который осуществляет потребление новых знаний, пытается их реализовать. Это как раз вот стягивание всех этих, это определенного объема знаний, там эрудиция, в одну точку для того, чтобы осуществить прорыв. И вот такие люди представляют наибольший интерес. Наибольший интерес в контексте того, о чем мы сегодня говорим. Абсолютно правильно. У которых потребность творчества в самореализации является наивысшей целью и наивысшей ценностью для них, ну там, допустим, скажем, в текущий момент времени. Ну, сразу возникает огромное количество вопросов, да, где эти люди, как их найти, как определить, мы об этом сейчас поговорим, но прервемся, послушаем новости на Финам.ФМ. Итак, друзья, мы продолжаем сегодняшний эфир. Бизнес-класс на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. В гостях сегодня Леонид Земцев, управляющий директор Объединенной корпорации развития. Говорим мы на замечательную, на мой взгляд, тему, на глобальную тему, я бы даже сказал, как создать эффективную команду, которая способна получить, в конечном итоге, ее работа, получить качественный продукт. Напомню на всякий случай еще раз, что у вас, уважаемые слушатели, есть возможность присоединиться к нашей беседе. Телефон в студии 6510996, код Москвы 495, сайт компании финам.ФМ. Звоните, пишите, пользуйтесь, точнее, поделитесь собственным мнением по этому поводу, потому что вот мы продолжаем сейчас с Леодином этот разговор. И так определились мы, да, вот это люди, у которых меньшинство, у которых пирамида, пардон, да, с ног на голову, да, где их найти? Вот, возникает вопрос, а как их искать? Могу сказать, что сегодня вообще в менеджменте и в бизнесе я вижу две, два орудимента, на самом деле, которые появились благодаря такому социальному манкированию, или там, социальной лености. И в первую очередь эта леность вызвана самим менеджментом компании, как правило. Есть две группы людей, которые в моем представлении усложняют решение этой задачи. Это специалисты HR и пиар-специалисты. Объясню, почему. Потому что HR-специалисты это люди, которые создают дополнительную либо цензуру, либо дополнительное бремя для кандидатов, которые пытаются доказать свою состоятельность для компании. А тот менеджер или тот руководитель, который пытается для себя набрать там команду, либо подчиненных, но даже неправильно говорить подчиненных, а скорее единомышленников. Единомышленников, конечно, да. Он, ну, в моем представлении это неправильно, когда такие задачи перепоручаются через специалистам. У них совершенно дорогая должна быть функция, и человек должен осуществлять отбор сам. Так вот, осуществление этого отбора, там, руководителем или там лидером команды, он может осуществляться по-разному. У нас есть довольно избитый, на самом деле, инструмент в виде, там, сайта headhunter.ru. Ну, может быть, это и эффективный инструмент, на нем зарегистрировано около 9 миллионов резюме, так или иначе, там, активных. Но в моем представлении это биржа такая, знаете, биологической массы и социального экзигибиционизма, в котором люди формируют резюме в надежде на то, что, значит, какие-то рудокопы в виде HR-специалистов или HR-службы наконец-то откопают их абсолютное, там, исключительное резюме и пригласят их на работу. Да ничего подобного. Просто на текущий момент времени у нас есть два канала основных, ну, условно, там, или там, две линии, по которым осуществляется набор, там, или поиск таких специалистов. Ну, первое — это источники открытой информации. И, как правило, люди, они же облегчают себе задачу. То есть нам проще зайти на сайт, на котором выложены стандартизированные резюме, значит, указанные лейблы, там, и там все остальное. Извините, я хотел когда-то уточнить. Действительно, то, что мы видим, ну, в частности, да, на сайтах специализированных каких-то компаний, которые занимаются трудоустройством, эти, действительно, резюме стандартизированы. Вот человек, который перевернутая пирамида, ну, если можно... Правильно, абсолютно правильно. Там, во-первых, даже если они там будут, они должны быть вышкалены таким образом, чтобы они просто... Я не увижу это, я увижу опять... Абсолютно правильно, Олег, абсолютно правильно. Но я вам хочу сказать, посмотрите, какая тенденция-то у нас. У нас весь поиск, то есть весь процесс хэдхантинга, там, найма людей, отбора этих людей и так далее, он весь выстроен под HR-службу, чтобы HR-службу, чтобы HR было эффективно, чтобы ему было удобно, чтобы ему там комфортно и так далее. То есть такой, знаете, коровы на убой уйдут, и, значит, сидит специалист HR-служба, который... Делать перелист вову. ...и смотрит, да, совершенно верно. Значит, это первый момент. А второй момент, у нас ведь возникает определенная опять проблема, у нас очень сильно энтропия в системе, она начинает увеличиваться безмерно. О чем я говорю? О том, что человек все время должен доказывать какие-то абсолютные вещи относительно самого себя и относительно тех результатов, которые он приводит. Но, с одной стороны, это оправданно может быть, ведь он же ищет хорошее, он ищет место под солнцем, в данном случае. Он должен кому-то что-то доказать? Нет, 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 дело в том, что это улица с двусторонним движением. Обе стороны, и компания, и специалисты заинтересованы друг в друге, понимаете? У нас просто все время, к сожалению, такое несколько искривленное представление о том, что компания имеет некое доминирующее положение. И тот, кто... Ну, она платит деньги, наверное, чего тут искривленного? Правильно, но она получает замен блага, которые доставляет ей сотрудник. Ну, с другой стороны, да, если это эффективный сотрудник, значит, она... Совершенно верно, просто у нас есть вот это групповое доминирование, в котором там или иерархические ценности, линейные особенно, в котором твой работодатель или тот, кто тебе осуществляет оплату твоего труда, диктует, собственно, то, как ты должен себя вести, и все остальные, там, нормы, правила жизни. Но это не вполне корректно, на самом деле, и никогда ты такую команду, которую ты хочешь создать, ты тогда ее никогда не создашь. То есть, конечно, это не приведет к эффективности. Да, я бы рассказал о том, собственно, а как необходимо осуществлять поиск. Значит, вот на сегодняшний день у нас есть очень эффективный инструмент, у нас есть среда, в которой вот такие люди взрастают. А эта среда интернет, глобальные телекоммуникационные... Социальная сеть сразу я, да? Нет, социальная сеть это больше развлекательные там вещи, которые там убивают время и осуществляют удовлетворение потребностей у людей в несколько ином общении социальном. А я говорю не о социальных сетях, я говорю о том, что, во-первых, у людей, люди сегодня осуществляют более эффективную коммуникацию с миром. Значит, ну, например, какие примеры я могу привести? Это люди, которые ведут персональные блоги, например, в которых они рассказывают о своих профессиональных увлечениях. За них, ну, там, есть разные условия и разные, значит, модели, в которых там эти люди получают определенную, там, компенсацию денежную в виде рекламы, там, и так далее. Но, как правило, люди, они энтузиасты. То есть, вот им интересует какая-то конкретная цель, они начинают по ней писать. То есть, монетизация вот эта, это уже дело десятое. Она, да, то есть, здесь во главе угла стоит не монетизация, это не говорит о том, что не надо монетизировать. Не, не, конечно. Просто изначально, совершенно верно, у человека возникает, ну, потребность в реализации. И эту потребность в реализации, к сожалению, я могу вам сказать, 98% или 99% российских компаний людям удовлетворить не позволяют. Понимаете, в силу определенного, там, рода причин, я могу назвать, я вам, там, сейчас сходу, там, около, там, 20 причин социальных. Ну, я догадываюсь, да, они все, знаете, объективные точки зрения. Да, 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 и там, если групповое доминирование, эффекты револ, там, и так далее, стиль управления. Но, неважно, и человек, не найдя возможность для самореализации, он пытается все равно получить эту потребность, там, или удовлетворить. И удовлетворяет за счет вот таких внешних коммуникаций. Рассказывая мир о своих идеях, делясь с ним, и так далее. Это как раз возвращаясь к тому тезису, о котором я говорю, что человек, который перфекционист, который занимается любимым делом, он не боится делиться идеями, понимаете, и таким образом осуществляет связь. Так вот, нас интересуют, ну, например, в частности, меня, в основном такие люди, которые не боятся коммуницировать с миром, которые делятся идеями, там, ну, и так далее. И поэтому сайт HeadHunter, при всем моем уважении, так сказать, к его создателям и ко всему остальному, это не тот инструмент. Во-первых, там большинство резюме, там написано неправда, о человеке и личности его ты никогда не поймешь, ценности его ты там никогда не узнаешь. Ну, давайте так, он же решает задачи, которые перед ним стоят. Абсолютно правильно, да. Да, нет, он решает задачи. И слава богу, для большинства тех компаний, которые сегодня ставят перед собой целью создать уникальные вещи. Конечно, ведь мы изначально говорили, что мы говорим о минимуме, правильно? Мы говорим о тех, кто... Поэтому у нас возникает вот следующая парадигма. Значит, хорошо, ну, предположим, есть там некая среда. А как с этой средой коммуницировать? То есть, а как вытаскивать людей и предлагать им создание, ну, собственно, вот этих команд, стать членом этой команды и так далее? Как я себе вижу, основное... Я предположу, что человек, который нашел вот этот способ самореализации, он может в какой-то момент быть и удовлетворенным действительностью. И когда вы начинаете ему что-то рассказывать, да, по поводу того, что давай-ка вот мы сейчас с вами объединимся, у нас есть такие глобальные... Он ведь может и отказаться, он скажет. Вот, вот здесь, смотрите, вот мы здесь ошибаемся. Дело в том, что у нас существуют определенные социальные феномены, которые говорят о том, что... То есть, а, собственно, чем вызвана эта деятельность? Она вызвана ведь не только потребностью удовлетворить, там, свое желание в творчестве, а она ведь еще вызвана потребностью в признании, понимаете? Ну, в блоге, вы знаете, огромное количество там, как они называются? Комментариев, там, и комментов, лайков, там и так далее. Да, у меня, смотрите, там, 20 тысяч комментариев, все, я чемпион. Понятно, но дело в том, что помимо признания у нас есть следующая социальная потребность, это потребность принадлежать к определенной группе, понимаете? И здесь возникает ситуация, когда человек, несмотря на то, что он пытается удовлетворить свою потребность, он может быть одинок. Одинок в смысле, например, реализации своих планов, там, одинок в своем стремлении. И у человека всегда возникает необходимость найти единомышленников и с кем-то их разделить. Я, извините, сейчас вас прерву. Во-первых, забавно, что мы говорим о мотивациях, ни разу про деньги мы не заговорили, мне это очень нравится, во-первых. Во-вторых, у нас есть звонок, Мария, наша слушательная линейка, давайте ее послушаем и ответим на вопрос. Мария, добрый день, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Добрый день, здравствуйте, спасибо, что дали возможность задать вопрос. Я наемный менеджер, я работаю в компании. Вы говорите сейчас о компании единомышленник, о компании, которую вы хотите создать. Где найти такую команду? То есть вы, я так понимаю, работая наемным менеджером, не совсем комфортно? Да, мне не совсем нравится то, что я делаю, да, потому что у меня есть там определенные задачи. Ваши личные причем, личностные, да? Нет, абсолютно личностные, личностные свои задачи. Вот как я могу реализовать, и могу ли я реализовать их с помощью вот команды, про которую вы говорите? Где найти такую команду? Да, вот это, кстати, спасибо огромное, Мария, сейчас я попрошу Леонида ответить на ваш вопрос. Вот это, кстати, проблема, пока мы о ней сейчас говорим, мне кажется, наиболее глобаль. Где этих людей найти? Замечательный вопрос, Мария, спасибо за то, что вы задали. Я могу сказать так, на самом деле, как я уже говорил, это улицы с двусторонним движением. То есть и компании ищут таких людей, и люди ищут такие компании, и места приложения своих творческих способностей и стремлений. Необходимо, как я уже говорил, основная задача – это осуществлять коммуникации. То есть я бы посоветовал таким образом, если у вас есть определенные какие-то идеи, смотрите, где эти идеи и с помощью кого они могли бы быть усилены. Ну, например, если вы занимаетесь в области дизайна, то для вас очень широкий спектр компаний, для которых вы могли бы предложить реализацию собственных идей. То есть не надо бояться, и не надо, если, причем я хочу сказать, если вас не слышат в своей компании, и вы делали попытки добиться, ну, определенного какого-то прогресса в этом, проявляли свою инициативу, и эти попытки остались бесплодны, уходить из этой компании. Или либо ищите работу там, где вы можете… Уходите в никуда? Не, ну, можно и в никуда, на самом деле. Просто я хочу сказать о том, что мы, каждый из нас теряет время, когда мы начинаем изменять сами себе. То есть мы сначала изменяем в мелочах, а потом мы изменяем в своей собственной мечте. Сначала сами себе, потом сами себя, получается, да? Абсолютно правильно, да. И если возникает такая ситуация, не надо бояться, потому что условия, в которые мы попадаем, так или иначе формируют нашу личность. Если у вас есть потребность вот в таком творчестве, если вы считаете, что вам есть что сказать миру, создать определенную ценность, то не надо этого бояться. Излагайте свои идеи, формируйте там, допустим, какую-то презентацию. Обязательно я вам советую взять к себе в единомышленники или в компаньоны какого-нибудь друга, который вам поможет это реализовать. Леонид, спасибо. Сейчас еще раз прервемся. Новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Итак, друзья, продолжим. Продолжим сегодняшний эфир. Бизнес-класс на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. В гостях Леонид Земцев, управляющий директор Объединенной Корпорации и Развития. Говорим мы на тему создания эффективной команды для получения качественного, изначально качественного продукта. Отвечали мы на вопрос Марии. В принципе, Леонид, можно вернуться, наверное, еще два слова сказать по поводу того, как ей поступить в эту ситуацию. Да, но я могу сказать, что, конечно, надо не бояться делиться своими идеями. Необходимо думать о том, каким образом эти идеи могут быть реализованы. Я имею в виду в виде презентации, в виде конкретных расчетов. Но это может быть не самое главное. Самое главное – это вера в то, что мир всегда готов тебя услышать. И не надо бояться коммуницировать с ним. Эта коммуникация может осуществляться посредственно того, что вы можете пойти на какую-нибудь конференцию. Сегодня в Москве, если это слушатель был из Москвы, огромное количество возможностей для этого. Ты можешь встречаться с коллегами, тебе достаточно сделать нестандартную визитку, написать на ней твое основное кредо или твой слоган. Собственно, какая идея у тебя есть, и пытаться найти людей, у которых есть такое же стремление к реализации или к реализации вот этой мечты, о которой ты говоришь. То есть, если вы мечтаете о дизайне, например, мебели, то посмотрите, что делают остальные люди. Попробуйте с ними связаться, предложить возможность для создания каких-то своих идей или инноваций. А потом уже выбирать инструмент по отношению, кому это реализовывать. Те же самые компании мебельные или еще что-то такое. Поэтому я думаю, что они будут очень заинтересованы в том случае, если эта инициатива будет происходить в таком формате. Тут есть, правда, одна проблема. Заключается она в том, что даже если идея будет реализована, каким образом выйти, собственно, на тот менеджмент компании и с кем коммуницировать там. Ну вот здесь возникает определенная проблема в виде секретарей, HR и так далее. И тогда возникает другая задача, она связана с тем, что не бойтесь записывать видеоролики или видеообращения, понимаете, и отправлять эти видеоролики или видеообращения там менеджмент этой компании, в которых вы обращаетесь к ним напрямую. Не в виде документа с сухим, значит, слоганом, потому что вы можете сломать... Янкеты, да? Да, 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 тем более уж. А вот. А в виде такого прямого видеообращения, в котором вы излагаете суть своей идеи там и так далее. Я думаю, что, например, если бы мне приходили такие вот письма или видеообращения, в которых люди предлагали бы там реализацию собственных идей или там, или, например, скажем, просили бы меня помочь в чем-то, я был бы только счастлив, потому что, собственно, это вот как раз то, для чего я и живу, в том смысле, что моя основная задача как руководителя – это создавать для людей возможности и предоставлять такие ресурсы. И, знаете, на самом деле, чем больше ты пытаешься помочь другим в реализации их мечт, тем больше у тебя ожидаемых результатов от реализации собственных задач. Поэтому для эффективного руководителя, для создания этого продукта тебе нужны люди, тебе нужны идеи, тебе нужны мечты, которые будут совместно разделяться. И самое главное здесь, вот у нас довольно пафосная тема, на самом деле, в компании, когда приходишь, и, как правило, там, либо на ресепшн или там где-то в уголке висят ценности компании. Сейчас это модно, сейчас это модно, миссия, миссия. Да, но это настолько смешно. Вот я недавно там был в одной компании, у которой написано «Наша ценность – создавать качественный продукт». Что это значит? Да, или там «Наша ценность – служить людям». Ну, то есть, вот, знаете, а на самом деле ведь ценность – это не праздная вещь, потому что ценность и миссия – это то, во что ты веришь. И если ты веришь или создаешь какую-то ценность для рынка, или, самое главное, там, для общества, у тебя совершенно другое отношение, просто совершенно другая парадигма восприятия той реальности, в которой ты находишься. И тех людей, и тех задач, и тех ресурсов, которые ты потребляешь. Вот, приведём на вам примере, да, наша ценность, наша миссия – служить людям. Ну, понятно, да, настолько абстрактно, что вообще ни о чём. То есть, другими словами, надо как-то иначе сформулировать это. Да, я вам могу пример привести, знаете, вот я очень его люблю, я не помню, может, я их где-то прочитал, или там, или сам у меня, он родился по себе. Я в одной беседе привёл такой пример, что вот стоит человек на улице с ларьком мороженого, и он продаёт мороженое. Если мы подойдём и спросим, а что вы делаете, вот человек может ответить, ну, там, в двух вариантах. Я не сужу людям радость. Совершенно верно, это второй вариант, понимаете, да? То есть, он либо продаёт мороженое, либо несёт радость. И вот эти два ответа, хотя продукты продажи один и тот же, они просто кардинально меняют всё. И отношения человека, и взаимоотношения с клиентом. Ну, кстати, его позицию, прежде всего, они определяют. Абсолютно верно. Поэтому ценность компании, она, конечно, у каждой может быть индивидуальная. Но, безусловно, что она не может быть сформирована в виде, например, скажем, такой ценности. Мы там создаём успешный прибыльный бизнес, понимаете? Но нет, там ни энергии, ни ценности никакой. То есть, опять ни о чём успешности. Совершенно верно. Я считаю, что любой человек, а у любого человека, в соответствии с Адлером, с Адольфом Адлером, есть определённая цель в жизни и определённые потребности. И в том числе, на этой вершине, о которой мы с вами говорили, одна из основных потребностей формируется таким образом, что это потребность в создании социального блага. То есть, это то, что ты даёшь социально, ну, как бы, обществу. Обществу, да. Это там, ну, неважно, там, это можно воспринимать как угодно, кто-то это как жертву воспринимает, а кто-то как некую ценность, которую он создает. Но самое главное, что ты должен, то есть, твоя высшая ценность, это быть нужным этому обществу. Ну, в данном случае, понятие жертва, это некая философическая категория. Абсолютно правильно. Кто такой жертва, да? Если ты отдаёшь, значит, ты берёшь. Давайте послушаем звонок, у нас ещё есть один звонок. Валерий, добрый день, вы на линии, говорите, пожалуйста. Добрый день. Вы знаете, я хочу задать вопрос по проблеме, которая касалась в своё время меня. И до сих пор касается моих друзей. Вы знаете, значит, иногда у нас работодатель принимает на работу, как говорится, леет и холит до определённого момента, ну, пока мы, так скажем, по его мнению, не выдохнемся. Вот. Не выдадим продукцию на гора, ту, которая ему нужна. Вот. А дальше он нас просто выкидывает, забирая всё ценное и нужное. Ну, как мы это делаем иногда из земли, знаете. Нефть выкачиваем, газ. Вот. Кстати, ваше сравнение корректно. Что в этом случае делать? Мы, понимаете, мы не селекционируем, мы не выращиваем работников. А мы просто, как говорится, как колопы высасываем из них всё нужное. И выбрасываем их на улицу потом. Спасибо, Валерий. Мысль ваша понятна. Кстати, мы сегодня начали разговор о том, что вот в данном случае команда и люди, которые... Это некий ресурс. Звучит, конечно, несколько цинично, но вот сейчас Валерий об этом говорит. То есть вас взяли на работу, увидели в вас что-то, этим что-то воспользовались. Потом понимают, что вы, наверное, уже всё, ничего хорошего. И до свидоса. Да, Валерий был абсолютно прав. И я могу сказать следующее. Дело в том, что на самом деле формирование и развитие команды, оно зависит от тех людей, кто формирует, и тот, кто пытается управлять этими командами. Либо, ну, скажем, от роли личности лидера. То есть если у нас лидеры, или там управленцы, или менеджмент позволяет себе подобного рода, так сказать, инсинуации, о которых было сказано, и определять людей как ресурс, то не у будущего, там, у таких компаний нет будущего. И у таких руководителей нет будущего. Значит, что я могу сказать? На самом деле ситуация следующая. У нас что на Западе, что у нас очень мало компаний, которые имеют внутри социальных инженеров. Ну, то есть это там социальная инженерия. Почему? Потому что любая команда, это социальная группа. Она начинается уже от двух людей, да, там, от Дидемы. И когда у нас есть хотя бы два человека, это уже не одно я, а это уже социальное я там проявляется. И этим надо управлять. На самом деле это очень сложная наука, и в этой части необходимо, я могу привести в качестве примера другую аналогию того, как может быть это все реализовано. Но сегодня есть довольно избитый термин, связанный там с краудстаффингом, с краудсорсингом там и так далее. Очень модно сейчас, да? Да, но это как раз тенденция, понимаете, которая формируется обществом, как ответ на то, что происходит. А сегодня происходит ровно то, что сказал Валерий. Сегодня люди воспринимаются как ресурс, ну, где-то они отрабатывают свое, где-то не отрабатывают, где-то человек движется по этой иерархической лестнице, достигая определенного уровня своей собственной некомпетентности. Да, да, при этом он ресурсом и остается, неважно, да? Абсолютно правильно, да. Ну, там, просто, знаете, если посмотреть, у нас огромное количество социальных феноменов, которым подвержены компании. Там принцип Лоуренс и Питера, да, который гласит о том, что любой человек в компании всегда достигает уровня своей некомпетентности. И иерархическая структура, она просто начинает деградировать. Социальная энтропия, то есть, когда люди сами для себя создают работу, когда у нас есть так называемый, там, административный восторг от того, что менеджмент верхнего звена осуществляет функцию, в большей степени связанную с администрированным управлением непонятно чем. Ну, то есть, как бы они создают работу ради работы. И реальность такова, что, на самом деле, весь этот бизнес, у нас ведь есть определенная эволюция, да, и в том числе социальная эволюция, и мы постоянно эволюционируем. И те тенденции, которые мы сегодня видим в ретроспективе, эти тенденции, не факт, что они будут продолжаться и дальше. Ну, то есть, что эти компании будут здравствовать, что эти системы будут развиваться и так далее. И они так или иначе будут приходить деградаться. И на смену им появляются совершенно новые вызовы или там новые альтернативы. Ну, например, какие? Скажем, виртуальные команды, понимаете? Вот этот самый краудфайдинг, да? Ну, краудсорсинг, да, краудстаффинг и так далее. О чем идет речь? Какой принцип? Я вот могу сказать так, например, что все наиболее совершенные продукты, ну, не сказать, что все, но довольно подавляющее большинство, например, там, как, скажем, операционная система Linux или там автоматический пистолет Glock 18, они все создавались командами, которые были, так сказать, на удаленном доступе и которые работали, не получая за это вознаграждения. То есть люди осуществляли реализацию своих собственных идей или творческого потенциала в рамках вот таких виртуальных команд. Плюс их в чем заключается? В том, что человек действительно, так как он не имеет иерархической какой-то структуры, в которых есть функция в виде начальник-починенный, приказ-результат, ну, и так далее, он осуществляет там собственную там творческую реализацию. То есть он пытается творить. И вот это творчество, пускай оно небольшое или там какой-то небольшой элемент программного кода или небольшая деталь, скажем, этого пистолета Glock 18, который он там предлагает, они позволяют ему создавать новые ценности. Ну, то есть он так вот реализует свою потребность. И сегодня, если мы посмотрим виртуальные команды или элементы, в которых формируется вот подобного рода решение или продукты, они же становятся наднациональными. То есть там нет географических границ, там нет временных границ, там не существует границ, связанных там с проблемой языковым общением, с барьером и так далее. Да, совершенно верно. Что делает человек в течение шести месяцев? Ну, не надо лениться, то есть не останавливайтесь только на том, что вы выкладываете свое резюме. Тем более, опять мы говорим, да, о наиболее трудоспособном, что называется. Абсолютно верно, да. То есть вы проявляете свою активность. Ну, например, я не знаю, там, видеорезюме отправьте, расскажите о своих идеях и так далее. И участвуйте, никто вас не запрещает, даже если вы найдете работу, участвуйте в этих виртуальных командах. Формируйте группу единомышленников, включайтесь в какие-то проекты, создавайте их сами. То же самое и сегодня для компании, я могу сказать. Если ты пытаешься создать, вот, например, представим себе гипотетически, что тебе надо создать команду, и у тебя есть ограниченный ресурс в деньгах. Например, ты можешь позволить себе не больше 20 специалистов. Возникает сразу вопрос. Но если с элементом поиска мы сказали, что вот Вася Петров, например, он качественный специалист, и ты можешь его взять на работу, возникает сразу вопрос. А есть ли тот, кто более компетентен, чем Вася Петров? И вот об этом я сейчас расскажу. Это очень интересно, у меня масса вопросов, но прервемся новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Итак, друзья, последняя часть программы «Бизнес-класс» на Финам.ФМ. Давайте сразу же продолжим. Без обиняков наш разговор. Ну, на вопрос Валерии мы ответили, в принципе, да? И Леонид, продолжите свою мысль. Мы остановились на том, собственно, какой вариант выхода существует у компании. То есть, как создавать такие команды. И здесь возникает определенная дилемма. Дилемма заключается в том, что у нас всегда ограничены ресурсы. Это фонд оплаты труда, это количество рабочих мест, которые мы можем предоставить и так далее. И с учетом этого ограниченного количества ресурсов, перед нами стоит задача выбрать лучших из лучших. А как осуществлять выборку? Ну, вот про выборку мы уже поговорили, то есть, как осуществлять поиск. Предположим, этот поиск рано или поздно он будет конечен. И 20 кандидатур, которые нам нужны, мы там так или иначе определим. Если мы поставим перед собой вопрос, а конечено ли количество этих кандидатур, которые мы уже отобрали, то, естественно, очевиден будет ответ, что нет. Нет, конечно. Ну, конечно, то есть, если у нас есть там 20 человек, возможно ли, что существует еще другие 20, которые превосходят по компетенциям. И уж я не говорю о том, что там о личностных каких-то качествах. Конечно. И если мы об этом понимаем, то как эту задачу можно решить? А задачу можно решить следующим образом. Необходимо открывать все твои процессы и делать этот процесс и этот проект максимально публичным. То есть, смысл заключается в том, что ты с рынка, с того объема, количество людей, которые в нем существуют, и которые точно так же заинтересованы или имеют определенный интерес к той теме, которую ты пытаешься развивать, они так или иначе тебя сами найдут. Но найдут только в том случае, если информация об этом проекте и о том, что ты делаешь, совершенно верно, она доступна. Поэтому в чем основная проблема компании? Ну, предположим, возьмем любую компанию, которая сегодня существует. Она, например, создает продукт в области телекоммуникации, и там есть какая-то рабочая группа. А вот тот же вопрос, который задавала первая слушательница. Мария. Да, Мария, а как мне найти такую команду? Ну, естественно, она ее не найдет. То есть, есть люди, которым интересна эта тема, например, но эти компании никак совершенно не коммуницируют. Ни с миром, ни с этими потенциальными кандидатами. Поэтому то, что ты должен сделать, в первую очередь, ты должен снять сливки с рынка. А сливки это что? Это люди, которые сегодня испытывают нужду в реализации этих потребностей. Для этого, как минимум, ты должен начать коммуницировать. И поэтому, когда я говорил в начале нашей программы о том, что пиар-специалисты являются в моем представлении некоторым злом, это совершенно верно. Это говорит о том, что они просто осуществляют определенную цензуру вот в этих коммуникациях, понимаете? Потому что пресс-секретарю проще сказать, чтобы, например, что-то пресс-секретарь сказал, чем руководитель. Потому что если руководитель скажет что-то не то, он будет выглядеть не очень подобающим образом. А в противном случае все можно свалить на пресс-секретаря. Кстати, я хочу вспомнить, да, вот ваше заявление по поводу того, что было бы неплохо. Я, как руководитель, получаю некие видеообращения, да, анализирую их, отслеживаю. Но эти видеообращения сначала попадут в секретарю. Правильно. Поэтому не надо стесняться указывать личный адрес электронной почты. Он для этого и существует. И, собственно, здесь задача такая. Если ты открываешь себя миру, да, если ты рассказываешь о том, что вот ты создаешь такую команду, что ты формируешь таких людей, там, ты ищешь новые идеи, что люди готовы, там, ты инициативу всегда рассматриваешь. И люди, которые, там, горят, собственно, таким же процессом, могут начать работать с тобой на удаленном доступе, там, либо, значит, формируя, там, виртуальную среду. А сегодня огромное количество средств и ресурсов, которые позволяют тебе эффективно коммуницировать с огромным количеством людей, решать, ну, массу совершенно разных задач. А вот, то это позволяет тебе и отыскивать на рынке или, там, в мире те точки роста или, там, те маленькие группы, там, в количестве двух-трех человек, которые занимаются подобным же образом. Ну, либо, там, ну, либо одного человека, кому это интересно. И, соответственно, это пополняет твою вики, ну, или, там, твой репозиторий знаний, который тебя формирует, и, собственно, те инициативы, которые могут быть реализованы. Поэтому я свято верю в то, что сегодняшний бизнес, в отличие от бизнеса, там, предыдущего дня, это бизнес незакрытый, когда ты формируешь некую подоплеку для возникновения, там, различного рода, значит, слухов, ожиданий выпуска продукции и так далее. То есть тебе надо вовлекать потребителя, будущего потребителя, либо самих участников этой команды еще на этапе создания и обсуждения даже идеи, понимаете. Потому что у нас сегодня мы должны удовлетворять социальную потребность человека в определенных вещах. Ну, например, потребность в признании, потребность в тщеславии, быть услышанным, получать уважение от коллег, ну, там, и так далее. И если мы посмотрим для человека, что всегда для него, там, представляла определенная ценность, у нас всегда избитые изречения, там, хлеба и зрелищ, да? Но сегодня зрелище превалирует. Вот. Вот. И у нас бизнес уже формируется не в рамках технократической такой, знаете, индустриальной модели развития, в котором существуют люди, роботы, винтики, шпунтики, менеджеры, там, и так далее, а это уже, это бизнес на уровне шоу, да? То есть когда ты делаешь шоу-процесс с игровыми, там, технологиями в форме квеста, в котором человек может найти свое место. И тогда вся аудитория, там, не важно, там, мира или интернета, она делится на две группы. Это те люди, кто сидят в зале, глядя на экран огромного, значит, так сказать, проекта, и не участвуя в нем, и оставаясь просто наблюдателями, ты тоже от этого получаешь удовольствие. Либо становишься героем этого шоу. А кто такой герой шоу? Это те члены команды, которые, собственно, которых я ищу, да? Поэтому в моем представлении сегодня бизнес, управление людьми, социальная инженерия, там, социальная психология, они уже далеко ушли. Мы видим, как, ну, меняется мир, да? То есть мы подошли к такой технологической сингулярности, когда у нас количество новых изобретений, новых решений, новых знаний, оно уже просто растет. Да, совершенно верно. Мы просто не успеваем их перерабатывать. Когда мы пользуемся старинными линейно-функциональными организационными структурами, матричными, там, штабными, дивизиональными, все остальное, для реализации конкретных вещей, это как... Очевидный парадокс. Совершенно верно. Это как если бы левша пытался подковать блоху, так сказать, я не знаю, там... Ногой. Ну, ногой, там, топором или кочергой какой-то. Вот примерно так же. Леонид, и тем не менее, извините, конечно, все это замечательно, очень мне нравится, это интересно, но вы, кстати, упомянули хлеба и зрелища, акцент сместился в сторону зрелища. Но хлеб-то актуален все же. Совершенно верно. Но дело в том, что я могу сказать, вот, например, в Западной Европе, ну и вообще, так сказать, на Западе, довольно активно развиваются системы, которые формируют вот платформы для реализации подобного рода идей. И краудстаффинговых, краудсорсинговых, в которых люди осуществляют фриланс, значит, и занятость совершенно иным образом выглядит. Была недавно конференция, посвященная этому в Digital October, в которой выступал представитель компании, американская компания Desk, который рассказывал о том, каким образом осуществляется управление вот этими людьми у них и в чем различие там между нами. Так вот, я могу сказать, что там приводила статистика, что Россия, насколько я помню, общий объем заказов из России через американскую систему составил около 400 миллионов долларов. При этом 60% заказчиков были сами россияне, то есть сами российские компании. Россияне работали на других россиян через американскую систему. Вопрос, да, почему? А потому что их платформа позволяет осуществить наиболее удобным образом связь и коммуникацию между этими людьми и расчетную систему, потому что не резидент, он не платит там подоходный налог и не является налоговым агентом для наших людей. А если мы ставим перед собой задачу, давайте мы возьмем людей на удаленный доступ, я могу сказать, мы сломаем там, я не знаю, там все копии для того, чтобы просто валидировать этот договор в рамках российского права. И у нас возникает другая проблема, то есть если ты пытаешься создать свое будущее, ты должен, ну не важно там будущие компании, либо свое личное будущее, работая вот в таком, в подобного рода системах, ты должен понимать, какие инструментарии ты для себя выбираешь. И тогда возникает задача, если ты пытаешься достичь этой цели, и у тебя есть инструменты, какой инструмент ты выберешь? Самый эффективный. А если сегодня самый эффективный инструмент находится на хостинге, который предоставляется с территории Соединенных Штатов Америки, то мы выбираем этот хостинг, понимаете, да? Вот, собственно, и вся разница. Поэтому для людей, я могу сказать, сегодня открываются колоссальные, вообще колоссальные возможности. И самое главное, что вот эта, казалось бы, очень примитивная вещь, связанная с организацией труда, организацией команд, это совершенно иная парадигма, которая вообще способна поменять огромное количество других категорий в жизни. Ну, например, скажем, точка приложения усилий. То есть сегодня офисы, которые у нас стоят там в Москва-Сити и стоят около там 1200 долларов за квадратный метр в год, возникает вопрос, а зачем они нужны? Абсолютно верно. Значит, или там, допустим, скажем, перенаселенный мегалополис, там, Москва, в которой... Зачем, да, я стою по полтора часа в пробках, туда-сюда езжу, зачем мне это нужно? И возникает совершенно другая задача. Меняется транспорт, меняются технологии, меняется там приложение усилий. Сегодня формируется фемтосекундный лазер, который передает 100 терабайт в секунду, значит, информацию. Ты можешь уже абсолютно виртуализировать все свое рабочее пространство. И так я лучше буду жить, может быть, например, в Иркутске, на Байкале, или там... Пример, на мой взгляд, не самый удачный, хотя как вариант. Ну да, нет, я имею в виду, что ты можешь жить вообще в любой точке. Совершенно верно. У меня подумалось почему-то о море, о пальмах, учитывая то, что... Да, ну, Таиланд, например, очень многие там компании сегодня выбирают Таиланд, с командами уезжают, и оттуда замечательно работает хороший пример компании Avysales, например, ресурс. Но я могу сказать просто о том, что сегодня вообще вот эти вот парадигмы, сдвиг этих парадигм, он сегодня уже происходит. И я, честно говоря, с одной стороны, рад за себя, в том смысле, что я понимаю эти парадигмы, понимаете, да, и мы будем создавать совершенно новую концепцию и управление проектами. Ну мы мы говорим в глобальном смысле уже, да? Да, да, ну нет, я говорю в данном случае конкретно про себя. Я понял. Вот. А с другой стороны... А с другой стороны, мне очень жаль в том смысле, что у нас огромное количество людей талантливых, вот, причём не только там на территории России, возьмём все остальные страны, которые, к сожалению, в воле и судьбе отказались сначала от своей детской мечты, потом они отказались от своей возможности для самореализации, попав в вот эту колею условностей, которая для них формирует жизнь. И реально выбраться из этой колеи и стать счастливым человек может только в том случае, когда он живёт полноценной жизнью, на самом деле. Полноценная жизнь — это когда он в определённый момент времени достигает вершины этой пирамиды, и у него возникает нереализованная потребность вот в создании, там, в творчестве и так далее. Вот самое главное — предоставить эту возможность, предоставить новые инструментарии, новые платформы для того, чтобы человек мог активно включаться вне зависимости от того, где он относится. — Леонид, осталось несколько минут, я, тем не менее, хотел бы напоследок, вот прям буквально двух словах скажите людям, которые, и мне в том числе, которые, ну, вот сейчас волею судеб, они зажаты в этой убогой действительности, потому что так сложилась жизнь. Как освободиться от всего этого? Всё бросить, уехать в Таиланд? — Нет-нет, доверяйте себе и самое главное — доверяйте своим ощущениям, не бойтесь их и пытайтесь изменить жизнь. Вот, найдите, найдите возможность для того, чтобы не побояться убрать свою скромность и сделать визиорезюме, отправить, рассказать о своих идеях. — Ну, как минимум, хотя бы пусть это будет первым шагом. Спасибо огромное. Друзья мои, я заканчиваю. Представляю еще раз с удовольствием, представляю сегодняшнего гостя. Это Леонид Земцев, управляющий директор Объединенной Корпорации Развития. Все три буквы с большой буквы, кстати, все три слова с большой буквы, и это не случайно. Спасибо вам огромное за внимание, спасибо Леониду, всего вам хорошего, успехов в бизнесе, до свидания.